Спасибо большое, Христина Владимировна, за представление. Ну вот, действительно, сегодняшняя лекция, она в какой-то степени юбилейная, потому что как раз октябрь 1920 года и октябрь 2020 года разделяет столетний интервал и имеется в виду юбилей, собственно, окончания боевых действий, подписания договора о прекращении боевых действий между Советской Россией и Польшей, Польской республикой. И эти события, они, конечно, очень важны и в контексте таком, который, может быть, на сегодняшний день и представляется достаточно актуальным даже, слишком, может быть, даже в какой-то степени актуальным, потому что речь здесь должна идти не столько, может быть, даже вот о сугубо таких исторических вопросах, сколько о том, что вопросы, которые стали, вот, собственно, перед двумя странами нашими, да, Советской Россией, да, собственно, даже и не только Советской Россией, если брать шире, да, Советской Украиной, Советской Белоруссией и Польшей, и Польской республикой, вот, эти проблемы, они могут звучать и в контексте таком геополитическом, да, и в контексте, в общем-то, может быть, даже, ну, этнографическом, этносоциальном, вот так вот, социокультурном. Но я, конечно, не хочу ни в коем случае останавливаться вот на таких глобальных вещах моей сегодняшней лекции. Я постараюсь все-таки максимально конкретно обратиться к событиям 2020 года. Вообще, я сразу хочу сказать, что вот перенесение оценок, допустим, прошлого на современность или, наоборот, современности на прошлое, они далеко не всегда правильные, потому что эпоха все-таки была другой, хоть и не так, может быть, и много времени прошло, да, сто лет, но это все-таки другая эпоха, другие обстоятельства, другие иллюзии, другие ценности даже, вот, может быть, так правильнее будет сказать. Но, тем не менее, тем не менее, вот актуальные вопросы, которые мне бы хотелось затронуть, это вопросы за отношение России и Восточной Европы, России и славянства, да, вот как, может быть, это прозвучит в контексте Советско-Польской войны, и Россия и мировая революция. То есть вот эти вот вопросы интернационального такого масштаба, насколько можно действительно согласиться с тезисом о том, что Россия является плацдармом для мировой революции или нет все-таки. Ну, а если говорить о конкретике исторической, значит, здесь мы обязательно должны обратить внимание на события, которые предшествовали непосредственно Советско-Польской войне, и принято считать хронологически, что Советско-Польская война у нас проходит в 20-м году, собственно, это везде во всех учебниках прописано, идет, и в энциклопедиях об этом тоже речь идет. Ну, вообще-то, если посмотреть более бдительно, условно говоря, на вопрос начала конфликта, начала боевых действий, начала боевых столкновений, даже, может быть, вот так правильнее будет сказать, первых боевых столкновений между польской армией, между войско-польским, и силами даже не РККА сначала, а силами Красной Армии Украины, Красной Армии Белоруссии, то вот это все уходит в конец 1918 года. Хотя можно, конечно, вспомнить и, допустим, боевые действия Красной Гвардии против корпуса Добр-Мусницкого, который был сформирован как раз в составе еще русской армии, как и Чехословацкий корпус, кстати, тоже в 1917 году, и должен был действовать вот как раз как некая такая интернациональная часть в составе русской армии, призванная привлечь на нашу сторону, в данном случае, польское население. Но, действительно, вот более точно, это все-таки, наверное, конец 1918-го, начало 1919-го годов, а именно вот такая уже попытка осуществления идеи мировой революции после окончания Первой мировой войны и продвижения на Запад, первое такое серьезное продвижение на Запад Красной Армии совместно, опять же, я еще раз это отмечу, с боевыми формированиями Белоруссии и Украины, и Прибалтийских республик тоже знаменитые латышские стрелки, эстонские стрелки здесь у нас присутствуют. И вот эти вот события, которые происходили на Западном фронте в конце 1918 и в течение 1919-го года, они очень часто выпадают из поля зрения, а без них-то ведь понять, наверное, специфику, собственно, Советско-Польской войны в том виде, как она трактуется сейчас, мы не сможем. Почему? Потому что здесь сразу нужно обозначить несколько таких принципиально важных моментов. Что собой представляла Польша, что собой представляла Советская Россия вот в таком глобальном контексте противостояния Восточной Европе. Польша с момента уже ее образования и получения независимости, я имею в виду вот этот период уже постгерманский, то есть постгерманской оккупации и формирование польской государственности в период вот как раз уже 1918-19 годов, вот здесь очень-очень-очень большое влияние оказывали те политические силы, которые представляли собой Польшу, как некий оплот такого восточноевропейского славянства, правда, без участия, собственно, русского населения. И если мы посмотрим вот как раз на столкновения, которые начались в январе-феврале 1919 года, если мы обратим внимание на те документы, с которыми польское руководство, в частности, министр иностранных дел Подолевский, знаменитый музыкант, обращались в Версаль, обращались к Антанте, то там лейтмотив был именно такой, то есть советский вот этот вал, да, вал большевизма идет на Белоруссию, идет на Украину, и Польша должна их защитить от этого советского вала. Вот такая вот идея озвучивалась уже в начале 1919 года. И реализация этой идеи стала как раз следующая уже такая направленность внутри, там, я не знаю, внешнеполитическое польского руководства, направленность вектора на создание вот такого федеративного, даже, может быть, конфедеративного, правильнее сказать, государства, которое включило бы в свой состав, по сути, те земли, которые исторически, как считалось, входили в состав Речи Посполитой, и с которыми Польша, как считалось, опять же, на тот момент, могла совершенно спокойно заключить договор, заключить соглашение, и, естественно, при этом обойтись без Советской России, без России вообще. Ну, а вот это вот уже идея, с которой, собственно, и в 2020 год мы вступаем. То есть идея вот этого наступления, как раз, который мы здесь увидим по карте, вот которая представлена, да, которую видно, наступление апрельское 2020 года, и, собственно, то, что предшествовало этому наступлению 2020 года апрельскому. И вот обратите внимание, значит, смотрите, здесь линия фронта показана «К началу наступления белопольских войск». Но я хочу сказать, что эта карта, она, конечно, с обозначениями-то, с легендами, еще, естественно, времен 60-х, 70-х годов прошлого века, потому что карта была сделана как раз для истории гражданской войны в СССР. Ну, карта очень хорошая. Она хорошая почему? Потому что она позволяет представить себе вот как бы всю широту вот этого театра военных действий. Не только мы здесь видим Польшу, Белоруссию, Украину, мы здесь видим и Крым, мы здесь видим Северную Тавлю, мы видим Врангеля. А Врангеля у нас сегодня, если речь и пойдет, то очень-очень коротко, потому что это не наша главная тема. Но, тем не менее, вот он тоже входил в понятие третьего похода Антанты, как это как раз трактовалось в истории гражданской войны. Собственно, карта это так и называется, третий поход Антанты. Так вот, обратите внимание на линию фронта, которая обозначена здесь вот такими первыми, первые вот как раз написаны в легенде, ну, такими вот линиями с выступами, да. Вот, вот это как раз линия фронта, которая сформировалась к концу 19-го, начало 20-го года. Обратите внимание, что Минск, Минск, столица Белоруссии, Советской Белоруссии и Белоруссии вообще, да, можно сказать, он был уже под контролем польских войск. Еще раньше Вильнюс был, ну, опять же, вот есть такое слово, оккупирован, да, польскими легионерами. Но, смотрите, здесь какой нюанс. Польские легионеры – это не войско-польское, это, по сути, добровольческие такие формирования. Вильнюс был занят этими легионерами и при этом идет такая вот, в общем, политику польского руководства на создание особого литовского государства, не того литовско-буржуазного государства, республики, которое, собственно, существовало со столицей в Каунасе, вот, а другого. И то, что потом стало называться так называемой Срединной Литвой в составе уже польской республики, ну, вплоть до 1939 года, как известно, до событий уже начала Второй мировой войны. Минск уже под контролем польских войск, а Украина здесь, вот, территория Западной Украины тоже контролируется польскими войсками. И вот еще принципиально важный момент. Те структуры местных националистов, белорусских, украинских, наиболее яркой личностью из которых был, безусловно, Симон Петлюра, они на Польшу смотрели не как ни в коем случае на какого-то страшного врага, а наоборот на естественного союзника. И вот та идея, которую я в начале лекции сказал, то есть идея создания под эгидой Польши, под эгидой Варшавы, вот этого конфедеративного государства, белорусско-украинско-польско-литовского, да, вот, условно говоря, прототип речи посполитой, воссоздания ее в 20 веке. Вот эта идея у них никакого отторжения не вызывала, у этих кругов, а наоборот, в общем-то, считалось, что это вполне естественный, нормальный, закономерный итог развития. Но для Петлюры, может быть, это было, как говорится, не от хорошей жизни, потому что на тот момент действительно Петлюровская армия уже не так выгодная, не такое выгодное у нее было положение, если тот же самый конец 18-го, начало 19-го годов Петлюровская армия, как известно, контролирует очень значительную часть Украины, в том числе Киев, знаменитые события Булгаковской Белой Гвардии, вспоминайте, да, вот, то тут вот на конец 19-го, начало 20-го годов Петлюровские войска очень сильно были потрепаны в Сюра Деникина, вооруженными силами Юга России, с ними велись боевые действия, Петлюру Деникин не признавал вообще ни в каком качестве, вот, и, в общем-то, Петлюре пришлось вести боевые действия против армии Западно-Украинской республики, Галицийской части, которые вот тоже не сразу, не сразу стали в такое, в общем-то, нормальное, лояльное отношение, а пытались создать свое государство, вот как раз вот эта Галицийская Западно-Украинская республика. Ну вот и здесь, поэтому, наверное, выбирать не приходилось, может быть, союзников для Петлюры, он идет на такой компромисс, и этот компромисс, с его, наверное, точки зрения, заканчивается тем, что подписывается договор, знаменитый в апреле 20-го года, о сотрудничестве, о взаимодействии, о помощи военной, которую украинская армия получает от Польши. И еще один очень принципиально важный момент, войска, вооруженные формирования Литвы, Белоруссии и Украины входят в состав польских фронтов, воюют вместе с польскими войсками, одновременно, и подчиняются польскому команду. Украинская армия Петлюры держит часть фронта, вот как раз район Каменец-Подольский, Проскуров, она на крайне правом фланге, вот если посмотреть, располагалась. Литовско-белорусские сводные, они так назывались, три дивизии, литовско-белорусские, они держат фронт, соответственно, на крайне левом фланге польских позиций, вот, ну а в центре, в центре, собственно, вот польские войска непосредственно стоят. И вот в этой вот, в этом расположении, расположении фронта, да, вот как мы видим, собственно, вся Белоруссия практически под контролем, польских войск находится у Украины, не все, но частично тоже, что позволяло Петлюре выступать в качестве представителя Украины, да, вот если бы вообще ни одной там пяди украинской земли бы не было, ну, скорее всего, он бы был уже в статусе эмигранта, как логично. А поскольку он часть земли контролирует, часть территории, то здесь вот вполне логично, что ему предоставляется возможность вот так вот выступать в качестве равноправного партнера по отношению к Пилсудскому. Ну, хотя, конечно, равноправие это весьма условное, надо понимать. Но формально, вроде бы, как это две такие равноправные договаривающиеся стороны, которые заключают вот этот самый договор. Договор, суть договора в двух словах сводится к тому, что поляки помогают Петлюре дойти до, как минимум, Одессы и, скорее всего, даже по левобережью Днепра. И вот как раз на карте показаны направления этих боевых действий, эти стрелки. За это Петлюра полностью передает в управление Польши Галицию. То есть это уже будет непосредственно польская территория. А Украина, она, ну, вот я уже сказал, она будет в таком вот, может быть, конфедеративном статусе. То есть это будет не в составе польского уставства, а в составе вот такого вот объединения, союза, литовско-польско-белорусско-украинского союза. Но вооруженные силы, что важно отметить, они в составе польской армии. Они подчиняются польскому команду. Вот такой вот расклад, условно говоря, империалистический расклад, который мы видим в начале весны 20-го года. Ну, не буду тоже останавливаться на вопросе там в отношениях, допустим, Польши и Деникина, потому что эта тема, в общем-то, она отдельная тоже. Но просто отмечу, что действительно возможность взаимодействия, если бы она была достигнута между Польшей и Деникиным, она создавала очень серьезную угрозу для Советской Республики. Это действительно был бы, это признавали все, это признавал Тухачевский, это признавал Ленин, что если бы Деникин удалось с поляками договориться, то фактически точно бы потеряли всю Украину, и Деникин мог бы выйти к Брянску и дальше. Но факт тот, что не договорились, хотя предпосылки для заключения договора были. В Таганроге была польская делегация с генералом Корницким. И переговоры велись, Деникин неоднократно выступал и говорил о том, что если он не признает Украину ни в каком качестве, а только как Малороссию, то в отношении к Польше у него вопросов никаких нет. Он считает, что Польша должна, безусловно, сохранить свою независимость, это бесспорно. Весь вопрос был только там в границах, какие границы будут у будущей Польши. Но на независимость он никоим образом ее не покушался. И до сих пор это тоже такой спорный вопрос, почему, собственно, не удалось все-таки заключить соглашение у Прилсуцкого с Деникиным. Почему все-таки перемирие с Красной Армией осенью 1919 года было заключено в приоритете, оказалось для Польши, чем военный союз с Деникиным. Но считается общераспространенная точка зрения, что Пилсуцкий испугался того, что Деникин единый неделимец и не признает независимость Польши. Но, как я только что сказал, никаких заявлений о непризнании независимости Польши Деникин не делал. Наоборот, он тосты даже поднимал за независимую Польшу. Об этом в газетах писали. И, в общем, он это делал совершенно сознательно и, может быть, до какой-то степени даже намеренно. Подчеркиваю, вот это вот свое благоприятное отношение к польской независимости, учитывая еще и то, что мать у него полька, у Деникина. Так что тут, в общем, такого не было у него, никакой полонофобии. Так вот, ну а что касается уже весны 1920 года, собственно, возвращаясь уже к нашей теме, с житомирского прорыва к чуду на Висле. Ну вот здесь, смотрите, очень интересная получается ситуация. Значит, мы видим совершенно очевидный, как я уже сказал, такой империализм, империалистические планы Польши. Как вот здесь показаны стрелочки, да, вот такие пунктирные, синие. Значит, направление удара на Елизаветград, направление удара на Одессу. Да, это было реально. Это были планы, реальные планы, как раз вследствие вот такого договора с Петлюрой. То есть поляки помогают Петлюре восстановить Украину. А вот что касается стрелочек, которые направлены на Смоленск, то, ну, я не уверен, что вот это именно было так, хотя, наверное, так хотелось бы, может быть. И тайные были такие планы. Дело в том, что вот до Смоленска все-таки не было планов. И уж тем более на Москву там не было планов идти у польского генштаба. Единственное, что предполагалось сделать, это наступать на линию Могилев-Витебск, наступать на Оршу, но не более чем, не более чем. То есть вот, ну, условно, оставшуюся часть Белоруссии, уже вот восточную Белоруссию занять. Но на Москву это было маловероятно, более чем маловероятно, потому что все были памятные события смутного времени 17 века. Хотя вот тоже интересный момент. Польский госсовет, он издал грамоту в мае 20-го года, особую грамоту, особый был такой документ, в котором говорилось, что польская армия ведет боевые действия не против русского народа. Вот это тоже интересный момент, да, не против русского народа, а против большевистской власти. Но дальше вот этой грамотой, собственно, дело не пошло, потому что реально, опять же, вот мы, конечно, можем там говорить о, допустим, союзе военном с Врангелем, да, теоретически, потому что Врангель на тот момент мог представлять антибольшевистскую, антисоветскую Россию. Совершенно естественно. Но этого договора, этого союза заключено не было. Сразу тоже говорю, и Врангель не взаимодействовал с Польшей. Вот как это принято считать в таком смысле слова, что это было взаимодействие там командных штабов там и прочего. Это было взаимодействие по принципу, ну вот, допустим, Красная Армия наступает на Польшу, да, поэтому Врангелю можно воспользоваться и тоже начать наступление, благо, что силы Красной Армии у него меньшие, то есть переброшены части Красной Армии на направление против Польши. Вот. Или, например, там Польша активизирует свои боевые действия, зная, что, допустим, в августе там 20-го года Врангель высаживает десанты на Кубани, там начинает наступление на Донбасс и вроде бы как создает угрозу тылу Красной Армии. Поэтому вот, собственно, здесь можно сказать тоже о том, что поляки этим пользуются. Но это использование Врангелем Польши и Польши Врангеля, это не на уровне какого-то договора, в отличие от договора с Петлюрой, который, вот, как я уже сказал, он был заключен, имел формальное значение, и нынешние историки, многие на него ссылаются для оправдания как раз вот этой позиции, собственно, украинской. Почему она такая была на тот момент? Потому что существовало формальное обязательство. Значит, следующий момент, вот, собственно, Житомирский прорыв, да, вот Житомирский прорыв можно расценивать двояк. Два момента, которые связаны с Житомирским прорывом. Первый – это наступление польских войск. Вот линию фронта мы с вами уже здесь видели, да, с чего начинается это наступление, это продвижение к Киеву. И вот против польского фронта стоит довольно растянутая позиция 14-й и 12-й армии. 12-й и 14-й армии, красные, это армии, которые изначально подчинялись вообще нарком-военной Украины. То есть это были армии, сформированные по такому территориально-национальному принципу, подавляющую большинство состава здесь личного, это уроженцы украинских территорий, украинских губерний. Ну и со всеми, как говорится, плюсами и минусами. То есть, с одной стороны, они вроде бы защищают там свою землю, да, украинскую, но с другой стороны, у них очень сильны и такие переживки национализма, и антисемитизм там встречается с Пошей рядом. И очень, еще в 19-м году, это говорили по сводкам, по секретным, очень сильно развиты такие настроения дезертирства, дисциплина низкая, боеспособность тоже, в общем-то, не самая высокая. Вот 12-й и 14-й армии. И роль коммунистов, роль комиссаров оставляет желать лучше. И в этой ситуации, вот по этим двум армям, по растянутому такому достаточно пассивному фронту, наносится удар, причем удар наносится превосходящими силами. Вот это вообще вопрос численности, он здесь для Советско-Польской войны очень важен. Тут я остановлюсь, скажу, что Советско-Польская война, вот именно с апреля по октябрь, по сентябрь, это война широкомасштабная. Вот почему ее, собственно, и выделяют в качестве отдельной темы, и в учебниках об этом пишут, потому что вот этот именно период, это уже не какой-то конфликт, это не отдельные боевые действия, вот как, например, наступление на Минск в 19-м году, а это уже широкомасштабные боевые операции, в которых участвуют армии, приближающиеся по численности превосходящие миллион человек. То есть это армии-миллионники воюют друг против друга. Вообще для гражданской войны, а Советско-Польская война – это все-таки часть гражданской войны, хотя бы, конечно, с точки зрения того, что там участвовали не только поляки, но и уроженцы Беларуси и Украины, с обеих сторон причем. Для гражданской войны Советско-Польская война, она очень масштабна. Она очень масштабна, и она еще интересна тем, что здесь мы видим использование, пожалуй, вот уже таких классических принципов ведения войны, хотя, конечно, там были всякие инновации тоже, и Тухачевский там по-своему операции планировал, я об этом чуть позже скажу, вот эта позиция Тухачевского особая. Но это уже не вот такая вот импровизация, которая была характерна там для периода 18-го года, там, допустим, или даже 19-го, а это уже вот планомерные боевые действия, то есть по всем правилам военной стратегии и тактики, как это, собственно, и следовало бы ожидать, если бы это была там не война гражданская, а война межгосударственная, между двумя государствами. Ну и армии растут за счет чего? Вот польская армия, она по своему личному составу, первая половина боевых действий, она включает большой процент новобранцев, она включает большой процент тех, кто еще не воевал, но очень воодушевлены вот этой вот идеей воссоздания Речи Посполитой. Ветеранов Первой мировой войны пока сюда еще не берут в строй, если только на уровне вот добровольцев, легионеров тех же самых. А что касается Красной армии, то тут вот как раз принцип такой серьезной мобилизации, я бы даже сказал тотальной мобилизации, почему? Потому что нужно еще и с Франгелем расправиться, нужно там еще Семенов на Дальнем Востоке. И продолжается набор в ряды Красной армии, причем, что характерно, вот тоже такой интересный момент, призывают даже те контингенты, которые в царской России, например, не призывались. Это народы Средней Азии и Сибири. Ну, во-первых, уже контролируется эта территория советской властью, то есть там уже белых нет, можно их уже, так сказать, призвать. Но, допустим, если раньше там туркменов, таджиков, казахов призывали, если только они ушли добровольно, да, Теккинский полк, например, вот, то теперь это уже призыв обязательный, наравне со всеми остальными. Сибирские народы тоже у нас тут идут под ружье, вот. Ну и плюс дополнительный призыв, собственно, что и следовало ожидать 1901 года рождения. И все это вместе дает Красной Армии миллион штыков. Это очень хороший такой вот запасной, как говорится, вариант. И они учатся в запасных батальонах. Плюс к тому, многие из бывших белых, в частности, белые казаки, да, сдавшиеся под Новороссийском и кубанцы, и донцы, ну, вспоминайте того же Григория Мелехова, например, да, характерный такой пример Тихого Дона, когда он сдается под Новороссийском, да, попадает в плен, но его никто не репрессирует, а ему дают возможность, так сказать, загладить вину перед советской властью. И включают Григория Мелехова с его однополчанами, односумами вместе, включают его в состав вот этих вот конных армий, первой и второй конной армии, которая как раз вот действует у нас на Советско-Польском фронте. И благодаря этому численность Красной армии существенно возрастает. Во всяком случае, создается вот такая предпосылка к тому, что потом вот произойдет вот этот поход на Вислу, и даже, может быть, за Вислу. Но на момент начала наступления польских войск, все-таки численное превосходство было у них над вот этими 12-й и 14-й армии, что позволяет им нанести действительно очень сильные удары по растянутому фронту 12-й и 14-й, 15-й армии, которые откатываются. Правда, там героически они сопротивляются. Там есть примеры неоднократно, как там бронепоезда прорывались из окружения, как там герои, бойцы, красноармейцы из одного пулемета там уничтожали чуть ли не роту там польских пехотинцев. Но факт остается фактом. Да, их за это, естественно, награждали. Собственно, откуда мы знаем об этих героических подвигах? Они получали награды, получали орден Красного Знамени. Но факт остается фактом. Армии откатываются назад, армия откатывается за Днепр. И вот к чему я, собственно, говорил о житомирском прорыве. Пока польские армии наносят удары по флангам 12-й и 14-й армии, и они отходят назад в прорыв, вот как раз под житомиром. Собственно, житомир имеет такое стратегическое значение, узел такой инфраструктурный, стратегический, коммуникационный. Через житомир прорывается польская кавалерия. И все, в общем-то, здесь уже фронт расколот, армии расколоты. И чтобы спасти положение, единственное возможное в этом случае выход, единственное возможное, это отступить. Отступить для того, чтобы сократить там фронт, дождаться подхода резервов, но отступить, естественно, пожертвовав территорией. Что и происходит. Киев занимают польские войска. Здесь, кстати, Киев-то, по сути, был сдан именно для того, чтобы части 12-й армии в окружение бы не попали. Потому что, вспоминаем ситуацию 41-го года, например, когда как раз Сталин категорически запрещал Киев сдавать. В результате у нас как раз часть Юго-Западного фронта попали в окружение потом. Вообще, Киев удерживать плацдарм, потому что, собственно, правобережная часть Днепра, удерживать сложно. Такое просто расположение киевского района. Поэтому, собственно, и пришлось отступить. Что дальше происходит? А дальше, собственно, происходит то, что упоенная успехами польская армия, продвигающаяся, как предполагается, потом будет продвигаться к Одессе и уже в Левобережную Украину, в общем-то, пренебрегает, меньше внимания уделяет как раз Северо-Восточному фронту. У поляков два фронта – Юго-Восточный и Северо-Восточный. Юго-Восточным фронтом командует сам Пилсудский. Вообще, о его военных талантах можно много говорить, но по признанию не моему отнюдь, а очень многих людей, которые были с ним знакомы, Пилсудский – выдающийся политик, безусловно, выдающийся оратор, безусловно. Ну да, в какой-то степени, наверное, отец нации, можно так сказать, для Польши. Но как военачальник, как стратег, даже как тактик – это очень большой вопрос вызывает. Потому что можно быть хорошим политиком, собственно, это же у него и было, он всю жизнь политикой занимался, он же не военный по профессии, по образованию по своему, но не имеет для этого специальных военных талантов. Я тоже об этом чуть позже скажу, когда будем о чуде на Висле говорить. Его сменяет потом Рецмиглы, тот самый Рецмиглы, который будет командовать польскими войсками уже во Вторую мировую. Знаменитый маршал, главнокомандующий польской армии, тоже вот такой довольно легендарный человек. Ну вот он-то уже имел военное образование, это был уже действительно профессиональный военный. Что касается вот как раз Северо-Восточного фронта польского, вот тот самый фронт, который держит территорию Минска, Борисова-Бобруйска, то вот тут-то мы видим намерение, некие намерения начать наступление на Витебск и Оршу, но не более чем. То есть это вот не то, что вот как на Юго-Восточном фронте, это прорыв там на Левобережье с таким вот масштабным выходом уже на практически всю территорию Украины. Здесь мы видим только вот такой вот небольшой по масштабу удар. И поэтому Западный фронт, которым командовать стал Тухачевский, герой Сибири, разгромивший Колчака до этого, как в общем-то считалось, что ему ставили в заслугу. И считали, что это вообще после этого Тухачевский является там гением, там не знаю, молодым Наполеоном, вот как-то так вот, такие вот сравнения напрашивались, как на Аркольском мосту буквально. Вот, значит, он возглавляет Западный фронт и готовит контрудар. Вот тоже, кстати, важный момент. После того, как в апреле-майе начинается вот это вот активное наступление польских войск на территорию Украины, сразу заявляется о том, что идет не просто война с Польшей, а идет, по сути, национально-освободительная война для России. Вот, справедливый характер войны подчеркивается всячески в советской пропаганде. И отсюда вот это вот воззвание Брусилова знаменитое, отсюда вот эта вот идея, что мы теперь освобождаем наши земли, да, вот что это там Польша, наш исконный противник еще времен 17 века, и нам надо, значит, как-то вот воскресить былую славу. И Тухачевский призван как раз осуществить вот этот самый план, вот этот вот удар и освободить, собственно, как говорится, да, земли советской Белоруссии от польской оккупации. Заодно, кстати, еще и Литве помочь, в том смысле, что Литве нужен Вильнюс, ну, и Тухачевский отнюдь не исключает того, что как раз Красная Армия поможет Литве, и Вильнюс будет возвращен ей. Тухачевский строит свой план, вот тут вот как раз важный достаточно момент, на таком фронтальном, активном фронтальном ударе. И этот активный фронтальный удар у него был, ну, сделан по всем, как говорится, его собственным убеждениям. Тут вот как раз несколько слов тоже о Тухачевском скажу, о его планах, да. Ну, вот если почитать его работы, избранные произведения, они изданы были еще как раз в период Хрущева после его реабилитации, то там красной линией проходит идея о том, в частности, что самый эффективный способ, самое эффективное средство борьбы с противником – это нанесение ему такого мощного фронтального удара. Вопреки, опять же, установившимся, устоявшимся принципам, стереотипам еще периода, там, начала XX века, Первой мировой войны и, собственно, Гражданской войны тоже. То есть в этом смысле Тухачевский считает себя новатором, и он постоянно эту идею оспаривает, отстаивает, доказывает, что она правильна. То есть смысл в том, что на участке прорыва сосредотачивается практически вся боевая сила фронта. Резервов не создается вообще почти, никаких. И тут мы подходим к вопросу, а резерв-то, в принципе, нужен или не нужен во время боевых действий в статегическом смысле. События Первой мировой, события Гражданские, в общем-то, тоже доказывали, что резерв, особенно если он правильно расположен, подвижный резерв, он весьма-весьма важен. Потому что значение резерва усиливать тот участок фронта, который либо нуждается в поддержке, потому что, допустим, враг, противник перешел в контрнаступление, и нашим войскам нужна помощь. Либо, наоборот, активное ведется наступление, продвижение, и резерв нужен для того, чтобы развить успех. То есть бросают его в прорыв и довершают разгром. Ну, собственно, наполеоновский принцип, например, гвардию в огонь. Когда гвардию бросают в огонь? Именно в тот момент, когда это нужно, когда это необходимо. Момент усиливается тот участок этим мощным резервом, который требует этого. У Тухачевского все не так. У Тухачевского идея резервов не нужны. Вот сам по себе этот мощный фронтальный удар, который нанесет его армия под его командованием по противнику, он настолько его ошеломит противника, что все уже, не нужно будет никаких резервов. А если этого не произойдет, то тогда тем более резервы не нужны, потому что тогда просто-напросто нужно отступать, и все. И Тухачевский был, безусловно, уверен в том, что ему удастся сбить вот этот вот польский северо-восточный фронт своим массированным мощным ударом. У него даже, вот его знаменитая работа «Поход за Вислу», у него даже там есть такое словосочетание «таранные массы». «Таранные массы» в том смысле, что вот фронт наносит таран, и вот эти массы, имеется в виду людские, пехота, кавалерия, они врагу просто-напросто не позволяют сосредоточиться, где бы то ни было. Вот такая сила мощного фронтального удара. С современной точки зрения, конечно, здесь эта теория в какой-то степени подвергаться может критике, но Тухачевский считал, что, опять же, учитывая специфику боевых действий Первой мировой и Гражданской, это вполне-вполне приемлемо. И вот если мы посмотрим на карту, то как раз Тухачевский наступает всегда своим левым флангом. Западный фронт, левый фланг. У Тухачевского всегда слабый, вернее, наоборот, прошу прощения. У Тухачевского всегда слабый левый фланг, а правый фланг у него сильный. То есть вот если мы берем правый фланг, это Полоцк-Витебск, правый фланг Западного фронта. И левый фланг, соответственно, поляков. Здесь руки меняются, как говорится. И вот этот удар, обратите внимание на красные стрелки, вот он как начал удар вести от Полоцка, потом через Вильнюс, потом дальше вот этот удар у него шел вплоть почти до Варшавы. Вот он так его и поддерживал. А левый в свой фланг, он не видел в нем большого смысла. Отчасти это понятно. Почему? Потому что Тухачевский совершенно справедливо считал, что левый фланг упирается в Полесские болота. И там наступать, ну можно только вот Мозорская группа, да, вот эта Мозорская группа вообще мизерная по численности, Квесин там такой командовал этой группой, и то он отличился, молодец, Мозорь занял, за это дали ему орден Красного Знамени. И дальше вот этими своими шестью-семью тысячами так все и наступало. Через Брест-Литовск шел, и в общем-то особо никто ему не сопротивлялся. Но это именно потому, что вот его сосед Тухачевский с основной массой, вот с этими самыми таранной массой своего фронта, крушил поляков на их, соответственно, левом фланге. Свой правый и левый фланг сокрушал, и Тухачевский считал еще тоже, оправдалось тоже, кстати сказать, в этом ошибки у него не было, что его фланг поддержит Литва, и она поддержала, конечно. Конечно, литовцы дали свои даже воинские части. Литовско-белорусские дивизии, вот те самые, о которых я в начале лекции сказал, которые противостояли Западному фронту, они, ну, часть сдались в плен, часть там их увели в резерв. То есть они оказались небоеспособны в ситуации наступления, майского наступления Западного фронта. И поскольку Тухачевский был уверен в том, что вот у него все получится, он так вот этим вот самым своим правым флангом и шел. И шел аж до Вислы. Но это ему стоило того, что вот обратите внимание, сразу забегаем вперед, это ему стоило, вот это пренебрежение своим собственным левым флангом. Одно дело, когда он в Белоруссии через болото наступал, а другое дело, когда он после Брест-Литовска этот же свой левый фланг, в общем, бросил на произвол судьбы. Вот это ему стоило того, что ему как раз здесь-то и нанесли контрудар поляки. И причем очень ощутимый контрудар по той самой мозорской группе, которая так героически у нас шла через Мозырь, Пинск, Брест-Литовск и так далее. И вот эта мозорская группа, от нее вообще почти ничего не осталось. Ну что хотеть, от 7 тысяч, которые противостояли там примерно 30 тысяч польских войск. Естественно, совершенно безумное соотношение сил. Ну и вот это было чудо на Висле. Немножко забегая вперед. Тухачевский здесь со своей теорией все-таки не смог оправдаться. Но, правда, это не помогло, потому что в 1923, 1924, 1925 годах Тухачевский считал, что его принцип нанесения удара без резервов, без поддержки с тыла, он правильный, он оправданный. И, в общем, не получилось развить наступление, потому что не получилось там из-за соседей, в частности, из-за юго-западного фронта. Он ему не помог. Вот такая вот ситуация с майским наступлением Тухачевского западного фронта. Но сразу скажу, что оно оказалось гораздо менее успешным, чем задумывалось. Потому что, да, сбили польское наступление, сбили, так сказать, вот возможность полякам продвигаться на Витебск-Уоршу. Возможный вот этот удар. И Тухачевский об этом не без гордости пишет. Он говорит, что поляки хотели перейти в наступление, мы им не дали. Но, по сути, фронт откатился назад, потому что вот этот фронтальный удар, он у Тухачевского на момент майского наступления не состоялся. Именно из-за того, что он пренебрегал резервами. И поэтому ему пришлось отступить назад. Ну, кроме Мозеля. Вот, опять же, если мы посмотрим на уже другую, вот такую у нас здесь на карте обозначенную линию, вот эта линия фронта у нас будет показана как раз к моменту окончания Мозовской операции, майской операции. Да, вот это уже июнь месяц. Она у нас будет вот такой вот сплошной линией. Но, как мы видим, она практически никак не изменилась. То есть удалось сдвинуть фронт немножко под Полоском и удалось, естественно, вот Мозовской группе взять Мозырь и сдвинуть его под Мозырем. И все. И больше ничего. Но, действительно, опять же, помимо того, что Тухачевский отвлек внимание поляков на Западный фронт, на Белоруссию, и силы пришлось перебрасывать Пилсудскому на помощь Северо-Восточному фронту, вот, помимо всего этого, было обращено существенное внимание на Юго-Западный фронт. И вот Юго-Западный фронт наносит у нас вот этот решающий удар, решающий удар, который практически полностью сводит на нет все предыдущие весенние успехи поляков. И, опять же, если мы посмотрим на линию фронта, то она как зеркальная буквально. Вот откуда польские войска наступали, так же они и отступили. Даже больше были потеряны, в частности, вот линия, сплошная линия к 4 июля изменяется. Даже больше польские войска потеряли территорию. Ну, собственно, вот Петлюра, скорее правильнее сказать, да, потерял территорию свою, и был взят город-остров, и уже вышли, собственно, в Галицию, и начали наступать в Галицию. Вот как здесь, собственно, развивались боевые действия. Здесь боевые действия развивались очень успешно, благодаря житомирскому прорыву, который осуществила теперь наша уже красная конница, а именно 1-я конная армия. Из района Умани, обратите внимание на карте, 1-я конная армия наносит удар на Казатин и житомир, и, создавая таким образом угрозу тылу, глубокому тылу польских войск, вынуждает польское командование оставить Киев и отступить, отступить, быстро отступить на, собственно, ту территорию, с которой раньше у них началось наступление, до этого, два месяца назад. Вот такой итог первого этапа войны, первого этапа боевых действий. А что же дальше происходит? А дальше происходит то, что окрыленные успехом части Юго-Западного фронта и части Западного фронта готовятся уже к широкомасштабному, к полномасштабному наступлению, собственно, на Польшу. И вот здесь мы встречаем вопрос, сталкиваемся с вопросом о том, вот целесообразно ли было это наступление. До того, до Буга, до Буга, вот река Буг, собственно, Брест-Литовс, да, стоит на Буге, знаменитая крепость Брестская, до Буга, ну, считалось, что это как бы выполнение такого национально-освободительного значения, выполнение национально-освободительного долга, то есть освобождение Белоруссии и Украины. А вот за Бугом, за Бужье, да, вот здесь уже вопрос становился по-другому. Там начинались этнические польские земли. И это, развитие этого наступления совпадает со знаменитой нотой Керзона, который заявляет о том, что если наступление не остановится вот на этой линии, да, если дальше за Буг будут проходить красные войска, то тогда Советской России придется столкнуться с уже, ну, ответом, боевым ответом, в том числе с началом боевых действий, с поддержкой боевых действий Польши со стороны Антанты, со стороны, прежде всего, Англии и Франции. И вот возникает вопрос, что сделать дальше? А вот дальше уже здесь у нас как раз проблема внутриполитическая с одной стороны и, естественно, геополитическая, потому что мы выходим в контекст выполнения интернациональных уже таких вот проектов, планов, которые были характерны, собственно, для, наверное, ну, для всего, наверное, периода, вот, начиная даже с конца 17-го года, то есть идея мировой революции. И вот переходя к этому моменту, очень важному, рубежному такому моменту в истории Советско-Польской войны, естественно, возникает вопрос о том, насколько перспективен был вот этот самый вариант. Если мы посмотрим на историю боевых действий, собственно, за Бужье и до Вислы, то здесь перед нами такой достаточно классический образец, даже я бы сказал, проведения идеи мировой революции на сопредельных с Советской Россией территорий. А именно, вариант политический, создание чрезвычайных органов управления, создание ревкомов. Ревкомов из, естественно, местных национальностей. В данном случае, поли-ревком, польский ревком. Это первое. С точки зрения ведения экономической политики, здесь практически полностью копирование опыта периода военного коммунизма. К сожалению, большому. Потому что подобный опыт уже провалился, он себя не оправдал на той же самой Украине, когда из бывших помещичьих имений создавали совхозы и землю крестьяне не получили. Конечно, экономически это оправдано, с точки зрения того, что, естественно, совхоз будет давать зерно. Совхоз, как такая товарная фабрика к производству зерна, он очень важен, необходим. Но крестьянинам от этого, как говорится, легче не становится. То есть они не видят смысла в черном переделе, в том, что вот нет теперь помещиков. Нет помещиков, стал совхоз вместо помещика. А крестьяне землю не получил. И к этому уже добавляются такие вот очень существенные вопросы, связанные с проведением социокультурных каких-то мероприятий. В области национальной политики и в отношении к церкви, в отношении к религии. Это тоже очень важно. Так вот, тут мы как раз видим вот эту матрицу, которая уже опробирована была и на Украине, и в Прибалтике. В Прибалтике, когда создавались республики советские. Советская Эстония, Советская Латвия, Советская Литва. Это было все уже опробировано в конце 18-го, 19-го года. Потом то же самое пытались сделать в Венгрии, в Советской Венгрии. Вот прям калька Белокун и его, в общем-то, вот эти действия, они во многом повторяли опыт военного коммунизма, периода военного коммунизма. То есть другого вроде бы ничего и лучше ты не придумаешь. Хотя понятно, что военный коммунизм закончился НЭПом потом, да. Но вот все-таки в условиях войны, в условиях необходимости диктатуры пролетариата считалось, что лучше, чем политика военного коммунизма, быть ничего не может. Раз она себя оправдала в Советской России, то она таким же образом оправдает себя и в Восточной Европе тоже. Ну вот и поэтому идея похода за Буг, похода к Висле, она, в общем-то, не отбрасывается. Она очень увлекает двух человек в советском военном и политическом руководстве. Ну, собственно, военном, наверное, правильнее сказать. Это Троцкий и Каменев. Троцкий и Каменев – вот такой тандем, который надавил на Ленина, видимо. И Ленин, в принципе, осторожно относясь к вопросу о том, что вот там нужно обязательно провести вот эту идею мировой революции в отношении Польши, оказывается захваченным этой идеей вполне. И если он еще весной 2020 года говорил, что вот, надо обратить внимание на Западный фронт. Скорее всего, Польша не остановится. Польша начнет наступать на Украину советскую. Надо ей воспрепятствовать. То на волне вот этого успеха, безусловно, яркого успеха Юго-Западного фронта, на волне того, что Каменев и Троцкий убеждают его в том, что надо наступать дальше, Западный фронт тоже хорошо себя показал, тоже наступает активно Тухачевский. Вот надо переходить Буг и надо идти дальше. Надо на Варшаву идти и дальше на Берлин и так далее. И идея мировой революции, опять же, Ленину абсолютно не чуждая на тот момент, она им овладевает и он совершенно спокойно, если он, допустим, в работе «Польский фронт» и «Наши задачи» в директиве ЦК «Весенний» ставил вопрос именно так, что вот необходимо, все-таки мировая революция у него была немножко на втором плане, то здесь она выходит на первый план. И продолжается наступление. Создается в Белостоке, Белосток город, такой первый крупный польский город, который занимает Красная Армия, создается польский ревком, польские коммунисты составляют там подавляющее большинство, даже социалистов там вообще не было, польских социалистов, но они социал-предатели, они же вместе с Пилосузским оказались в одном лагере. А польские коммунисты, они, ну, почти стопроцентно поддержали, ну, за редким, может быть, исключением, поддержали идею советской власти. Но что делает этот поль ревком? Он наступает, грубо говоря, на те же самые грабли, то есть он совершает очень серьезные ошибки в аграрной политике, он отталкивает от себя крестьян, потому что это идея создания крупных хозяйств вместо помещиков. Помещики, помещичью землю не раздают крестьянам, делают из нее государственные хозяйства, это раз. Второй момент, очень сильный удар по религиозным чувствам, потому что действительно польское население, крестьянское население, оно очень верующее, там очень сильные позиции католической церкви, а поль ревком католическую церковь практически игнорируют. Опять же, следуя в этом полностью в русле, в духе первых декретов советской власти, об отделении церкви от государств. О том, что ксензы проповедуют идею польской защиты Польши от Красной Армии, естественно, как можно вообще с этими ксензами как-то разговаривать. Надо всячески их подавлять. Хотя в Белостоке удается сформировать полк из рабочих, создаются полки, даже несколько полков создается, красных польских полков в составе Западного фронта. И это тоже как бы дает такую надежду на то, что не все так плохо. Ну да, вот ревком очень там себя активно ведет, но все-таки это оправдано. Плюс к тому надо, конечно, иметь в виду, что в состав поли ревкома, в состав вот этого протопольского правительства, которое должно быть потом в Варшаве уже, приехать туда вместо Пилсудского, туда входят наши поляки, я имею в виду, прежде всего, Феликса Ильича Дзержинского, Мархлевского, Умшлихта. Вот эти все люди, которые вроде бы как должны составить некую базу польскую, этническую и в то же время советскую, просоветские, прокоммунистические настроенные. Ну и что происходит дальше? А дальше происходит чудо на Висле. Дальше происходит вот то самое чудо, которое, собственно, наверное, и следовало ожидать. Идея фронтального удара увлекла Москву, в том числе и командование Юго-Западного фронта. Этим, в конце концов, заразился и Егоров, командующий Южным фронтом. В общем-то, этим заразился и товарищ Сталин. Хотя Сталин вел себя достаточно осторожно на тот момент, потому что есть документы, свидетельствующие о том, что он телеграфировал Москву неоднократно, задавая вопросом, что важнее, добить Врангеля, например, или продолжать советско-польскую войну. Но все-таки, опять же, летом 2020 года была сделана ставка на продолжение войны советско-польской. Тогда Юго-Западный фронт начинает уступать на своем направлении. А направление, стратегически важное направление для Юго-Западного фронта – это Львовское. Львовское направление и Галиция. То есть осуществляется вот та идея удара на Галицию, та идея вот удара по Украине, такой нам симпатизирующей России, которая была в ходу, очень популярна была еще в начале Первой мировой войны. Потому что, опять же, Галицизская битва, взятие Львова и создание Львовской губернии в составе Российской империи, вот эти вот все идеи, они, в общем-то, снова воскрешают, но уже в контексте не Российской империи, естественно, а Советского, будущего уже Советского Союза, видимо. И если удалось создать Советскую Украину, Советскую Белоруссию, почему нельзя создать Советскую Польшу? Его тоже логика подсказывает, что это можно сделать посредством того же Львкома, там, польского и прочее. И Юго-Западный фронт у нас идет на Львов, причем идет достаточно успешно, продвигается. Хотя, чем ближе ко Львову, тем сложнее ситуация. И, в частности, возрастает сопротивление польских воинских частей. Более того, летом 2020 года польская армия получает очень мощные, очень существенные пополнения из двух источников. Первый источник мобилизуется, снова ставятся под ружье контингенты, воевавшие в Первую мировую войну. Это первый момент. Второй момент – призываются добровольцы. Добровольцы идут разных возрастов, вплоть до, там, дети вообще 10, 12, 13 лет, они тоже готовы защищать Польшу. И создаются добровольческие дивизии, добровольческие части. Уже формируются части, и по номерам там они уже идут за сотню. То есть, там, появляются новые армии. Третья польская армия, четвертая польская армия создаются, формируются вот именно из этих воинских частей, из этих контингентов воинских. Удается благодаря этому Пилосудскому увеличить численность армии. И вот вопрос. Вот эта численно выросшая польская армия, что она должна дальше делать? И вот здесь уже на помощь приходит французский опыт, французский генеральный штаб. В частности, замечательная совершенно помощь, которую оказал Польша генерал Вейган. И консультации польского штаба французами, они оказываются весьма-весьма результативны, вопреки, вот еще этот момент раз отмечу, вопреки убеждению Пилосудского в том, что главное опасное направление для Польши – это, конечно, варшавское направление, что нужно все силы отдать вот этому варшавскому направлению, то есть среднему течению Вислы и верхнему течению Вислы к Даньскому коридору, где наступает Тухачевский как раз. Основные его силы идут там. Французы говорят, нет, конечно, это направление опасное, конечно, это направление рискованное, да, но имеющимися силами путем тотальной мобилизации местного населения, в том числе, например, город Плотск знаменитый, там были уличные бои, это вообще поляки его даже сравнивают иногда со Сталинградом. То есть вот там за Вислой земли нет, за Волгой земли нет, за Вислой земли нет. И этот город Плотск, он выдерживал действительно очень сильные удары со стороны Западного фронта Тухачевского. Но французы говорят, нет, нет, выдержит Висла, ничего страшного, а надо создать ударный кулак за мостье в районе Люблина и оттуда под как раз наступающий Западный фронт нанести удар. Что и происходит, вот мы здесь видим на карте вот эти вот боевые действия, движение польских войск. Создается ударная группа, излюблено наносят удар по коммуникациям Западного фронта. Ну и что следовало ожидать в этой ситуации, Западный фронт откатывается назад. Часть попадает на территорию Восточной Пруссии, в частности знаменитый третий конный корпус Гая. Гая-Гай. Вот знаменитый конник, не менее знаменитый, чем Буденный Ворошилов. Ну вот он здесь вот командовал конницей Западного фронта. Вот они все оказываются интернированы в Восточной Пруссии. И настолько сильный эффект вот от этого самого удара происходит, что как раз Тухачевский на собственную ошибку и наступил, что войска Западного фронта откатываются практически без сопротивления. Вот здесь на этой карте не показано отступление Западного фронта. А ведь он откатился, по сути, на прежние позиции, с которого начиналось его же Западного фронта наступление в мае 2020 года. И полякам даже удалось на некоторое очень короткое время опять взять Минск. Правда, они потом отступили. То есть они опять до Минска дошли. Юго-Западный фронт в это время почти берет Львов. Почти на окраины Львова удалось войти. И вроде бы перспективы неплохие, но категорически требуют от командования Юго-Западного фронта оказать помощь своему соседу. Каким образом? Очень логичный удар, и Тухачевский постоянно на это ссылается, постоянно об этом пишет. Очень логичный удар, который можно было бы нанести как раз из района Львова в Замостье. То есть в тыл, наступающий на него, на Тухачевского, в Люблинской ударной польской группировке. Если бы этот удар состоялся буквально на две недели раньше, то, наверное, вот этот запланированный французами контур-удар бы не состоялся. Потому что ему, вот этому кулаку ударному польскому, был бы нанесен удар в тыл тоже. И получился бы такой слоеный пирог. Ну а дальше, скорее всего, действительно, есть перспектива того, что отступили бы польские войска за Вислу, а там уже перспективы выхода к Германии и так далее. Но этого не происходит. Первая конная поворачивает на Замостье, но слишком поздно. Вот мы видим эту самую стрелочку. Здесь почти попадает покружение под Замостьем. Вынужден отступить. Так, собственно, и Юго-Западный фронт тоже отходит назад. Так заканчиваются боевые действия в Советско-Польской войне. Ну и напоследок несколько таких вот спорных вопросов, которые я тут перечислил себе, отметил. Коротко постараюсь на них ответить. Опять же, сразу скажу, что ни в коем случае не нужно современные оценки переносить в прошлое. Ни в коем случае не нужно там стоять на позиции вот такой вот ксенофобской, прошу прощения, что там Польша гиена Европы там и так далее. И вообще поляки там воевать не умеют. И вообще от них государство никакого быть не может. Вот. И кто они такие? И какой речь посполитой? И так далее. С одной стороны. С другой стороны, у нас другая крайность тоже не менее яркая. Да, что, соответственно, Польша это вообще единственная страна в Восточной Европе, которая может что-то там быть неким таким центром организующим. Да, что русские это варвары и азиаты и так далее. Да, что Польша это осуществляет цивилизационную миссию по отношению к Белоруссии, Украине, Литве. Да, вот. Вот две таких крайние позиции. Мы их не берем. Мы их не берем. Сразу скажу. Значит, спорные вопросы. Вот, например, в отношении, допустим, поведения польских войск и поведения Красной Армии во время боевых действий. Ну, были ли бесчинства со стороны польских войск? Да, были в отношении, например, тех же самых православных храмов на Украине. Потому что униатские храмы они не трогали, православные храмы, естественно, здесь, ну, в общем, приходилось их закрывать и богослужения там прерывались и так далее. Были ли аналогичные действия со стороны Красной Армии? Да, тоже были. Тоже были. Просто я здесь не хочу ничего, как бы, открывать Америку. Отсылаю наших слушателей к совершенно замечательному произведению Исаака Бабеля, его знаменитой первой иконной. И хотя Буденный очень негативно к Бабелю относился, потому что там потом даже статью написал «Бабеизм Бабеля», там и знаменитый анекдот пошел про это, да, вот как вы относитесь к Бабелю, смотри, какая Бабель, да. Это все оттуда. Но при всем при том, там есть достаточно яркие, достаточно правдивые, характерные зарисовки того, что, к примеру, казаки, ну, видимо, те, которые были у белых раньше, потом стали у красных, ну, в общем, весьма-весьма, так сказать, негативно, мягко говоря, относились к католическим костелам, католическим святыням, вот, и разоряли там и раки святых, там все это разбивали и так далее. Самая страдающая сторона вот во время этих боевых действий – это евреи. Потому что, собственно, боевые действия шли на территории черты оседлости. И с той и с другой стороны, вот у Бабеля, кстати, есть очень характерный по этому поводу такой эпизод, он приводит, что там поляк, да, говорит красноармейцу, что вообще во всем евреи виноваты. И они все в воду мутят. И вот после этой войны евреев вообще не будет. Вот такая вот идея. Антисемицизм. Махровый совершенно был тут, не стоит его отрицать. Что касается Петлюровских войск, то там это начиналось еще с 18-го года, вот эти вот еврейские погромы. Ну, а здесь, как я уже сказал, украинские войска, Петлюровские контингенты, они входят в состав войска польского, да. Дисциплина там, может быть, стала получше, но не настолько, чтобы там прямо они вот отказывались от своих каких-то бесчинств. Помощь Франции, велика ли она была? Велика была, безусловно, как консультационная и как военно-техническая. Сами французские контингенты, естественно, участия в боевых действиях не принимали, но техника, поставки техники и поставки боеприпасов, оружения, консультантов, военных, да, это все было. Очень много поставлено было, в частности, танков Ренои ФТ знаменитых, французских, лучший танк Первой мировой войны считался, и эти танкеры Ренои ФТ у поляков были вплоть до Второй мировой, то есть они у них в составе их танковых подразделений воевали даже в 1939 году, были такие факты. Можно ли было обойтись без похода за Бук? Ну вот тут я стою на точке зрения историков польских, которые писали об этом еще в период перестройки, потому что вот это очень важный период с точки зрения развития исторической науки, я считаю, перестроечное время, вторая половина 80-х, там, конечно, были свои издержки, там свои, конечно, были, грубо говоря, загибы, но очень много было трезвых мыслей высказано. И вот польские историки еще, когда была Польская Народная Республика, еще не было, собственно, Польши, как уже разные, да, вот, члены Евросоюза, они выступали вот на страницах наших изданий и говорили о том, что вот совершенно неправильно, абсолютно неправильная была политика Пилосуцкого, когда он двинулся к Днепру. Вот это была империалистическая политика, и надо ее осуждать. Нечем тут восхищаться, нечем гордиться тем, что вот начали наступать и взяли Минск и взяли Киев. Но такая же империалистическая политика, как считали польские историки, началась после того, как Красная Армия переходит в Буг, идет на Варшаву и дальше двигается на Берлин. Вот два, как говорится, вектора, которые, по большому счету, очень похожи оказались на тот момент. Ну и, естественно, здесь возникает вопрос, а могло ли, могло ли вот эти боевые действия развиваться дальше, то есть могла ли произойти вот эта самая идея мировой революции. Здесь очень интересные документы содержатся как раз в фондах музея современной истории России. Я здесь их покажу немножко. Вот это есть такая возможность у меня. Вот, например, листовка. Здравствуй, победа над Белой Польшей. Ну, здесь листовка издана уже по содержанию, по своему. Можно понять, что листовка издана уже после того, как произошло чудо на Виске. Потому что здесь говорится о том, что наступление Красной Армии, сказочно быстро шедшее в героических боях, сменилось от вступления. За удачами и неудачами. Ну, во-первых, никакого такого ужаса мы в этой листовке не увидим. Наоборот. Успокоенные победами мы вдохновляемся неукротимой энергией при неудачах. Пусть работа кипит неустанно. Пусть новые полки ринутся в бой. Пусть в героическом самоотвержении выступят добровольцы. Все для победы. Вот, опять же, напомню, замечательный плакат записался добровольцем Моора. Он появляется в мае 20-го. По сути, это как раз призыв к активному участию именно в Советско-Польской войне. Не столько там. Тут Деникин уже разбит. Врангель еще и даже, в общем, не видит особенно в нем угрозы. А вот Советско-Польская война как раз в повестке дня. И этот плакат очень-очень насущный на тот момент. Вот, и вот последний абзац. Рабочие Запада, вот обратите внимание, рабочие Запада также уже выполняют свой долг. И английские рабочие, и немецкие стоят на страже Советской России, не пропуская военное снаряжение для Польши. И силы рабочих крепнут и растут. Уже и французский пролетарий пробуждается от сна, наступая на свою правящую клику в защиту рабочей крестьянской России. Мы теперь не одни. Такая же листовка, вот тоже из фондов музея, обратите внимание, чего хочет Польша. Тоже вот как раз контекст неудачного похода за Вислу. Не получилось, да? Но, но, польская шляфта хочет войне с Россией. Она боится советской власти своего заклятого врага, как очага большевистской заразы, перебрасывающейся в Польшу. А в Советской России она видит союзницу, поднимающихся выше голову польских рабочих. В Советской России она видит вечную угрозу своему благополучию. И всевозможными способами она старается противодействовать мирной политике, как у себя, так и в других странах. И чем завершается тоже. Заявить громко о том, что она хочет войны, это польская буржуазия, польская шляфта, хочет уничтожения рабочей России, она не смеет. Она боится своих же рабочих, своих же солдат. И поэтому она пускается на разные хитрости для того, чтобы прикрыть свои коварные планы, чтобы надуть своих рабочих, надуть и нас. Она заявляет, что согласна как будто бы мириться, но где? В Борисове, там, где происходят военные действия, она не соглашается прекратить боевые действия во время мирных переговоров. Она хитрит, а за спиной точит нож. Вот и это Западный фронт. Кстати, Тухачевский, когда там тоже обращается к вопросу о том, надо ли было идти за БУК, он даже не политику какую-то здесь приводит, а он просто говорит как военный, что поляков разбили, они отступают, и надо было их добить. И поэтому вот и за БУК тоже поэтому пошли. Потому что отступающую армию надо разбивать. В любом случае. Ну, а что касается западного пролетариата, то тут очень хорошо по этому поводу Ленин сказал. В сентябрьской партконференции 2020 года, которая как раз обсуждала перспективы заключения мира с Польшей, Ленин на ней выступил с очень примечательным докладом. Очень примечательным докладом, потому что, во-первых, он там обозначил проблему мелкобуржуазного патриотизма, близкого к шовинизму. Это было актуально на тот момент. Почему? Потому что, собственно, вот польский рабочий и польский крестьянин, особенно даже польский рабочий, не поддержал польский ревком, а поддержал Пилсуцкого. Почему? Потому что, во-первых, это были рабочие все-таки не классических там пролетарских центров. То есть до Лодзи, до Кракова, до Познани, до, собственно, до Варшавы, до Красной Армении дошла. Вот если бы она дошла, то там вот зависла, и там бы уже был пролетариат передовой. А вот эта часть пролетариата, она оказалась заражена мелкобуржуазным патриотизмом. А в чем суть мелкобуржуазного патриотизма, шовинизма? По мнению Ленина, мелкобуржуазный патриотизм – это то, что создает иллюзию патриотизма, потому что это вот свой клочок земли, своя какая-то земля – это патриотизм собственника. И я вот эту вот свою землю, свой клочок земли, собственником которой я являюсь, я хочу отстаивать любой ценой. А подлинный патриотизм, он отличается как раз интернационализмом. То есть это понимание патриотизма в таком мировом, интернациональном, революционном масштабе. Но вот польский народ оказался зараженным этим мелкобуржуазным патриотизмом, и поэтому не удалось его подвинуть на мировую революцию. И Ленин так и пишет, что они воюют на своей земле. Вот эта вот собственническая идеология, она оказалась очень порочной. Но с другой стороны, тоже падать духом не нужно, отмечает Владимир Ильич, потому что мы видим поднявшуюся волну протеста среди западных рабочих. Вот то, о чем, собственно, мы и говорили уже, когда читали текст листовки, чего хочет Польша. И вот эти забастовки в поддержку советской России у английских докеров, например, у французских портовых рабочих там, у чехов, например. У чехов, кстати, действительно по отношению к Польше был уже на тот момент такой камень за пазухой. Потому что если венгры, например, они заявили о том, что готовы и военную помощь послать в Польшу, то чехи, видимо, тоже традиционный такой конфликт здесь сказался, чехи как раз наоборот, ну, препятствовали поставкам, в частности, французским поставкам через территорию Чехословакии военной. Они отказывались это делать. Вот, и послу американскому потребовалось даже ноту предъявить чешскому правительству с протестом того, что вот чехи мешают помощи Польше, мешают оказывать ей содействие против советской власти, советской России. Ну, и вот для Ленина это важно, потому что это показывает противоречие внутри империалистических держав, которые, как он считает, приведут в конце концов к мировой революции, но не сейчас, а, может быть, потом. И общий вывод, который Ленин делает, это все-таки на момент осени 20-го года, не нужно стремиться во что бы то ни стало на этот момент совершить мировую революцию, а нужно подождать, нужно собраться с силами. Более того, Ленин говорит о перспективе победы, если война будет продолжаться. Но мы не хотим допустить зимнюю кампанию, мы не хотим жертвовать жизнями наших рабочих христиан. Для нас важнее гораздо Врангеля добить, и об этом Ленин тоже говорит очень четко в сентябре 20-го. Ну, а что касается там польского вопроса, это уже там вопрос будущего. С похожей-похожей грамотой к народу обратился Пилсудский, потому что там были очень схожие слова, что мы победили, то есть Пилсудский совершенно четко заявил о победе в войне, о том, что мы, очень много людей погибло, наших польских граждан, и мы, конечно, победили бы и дальше, то есть мы могли бы пойти и там дальше Минска, и дальше Екатерингу могли бы наступать, но мы этого не хотим, и вот как бы на том, что есть, мы остановимся. Ну, и что тут, собственно говоря, остается-то? Последний вопрос – это Рижский мир, и насколько вот здесь вот этот мир оказался похабным, позорным или наоборот, очень даже хорошим перспективно. Опять же, вот существует две точки зрения на вопрос о рижском мире, потому что одна точка зрения исходит из того, что это просто ужасно. Отдали полякам западную Украину, западную Белоруссию. Но обратимся к Ленину, опять же. Его позиция на тот момент очень четкая. Это меньшее зло из того, что могли потребовать поляки, потому что поляки в апреле еще 20-го года выдвигали требований куда больше территориальных претензий. А здесь вот оказывается, что... Ну, вообще, польская идея апрельская 20-го года – это, собственно, линия фронта, которую они занимали. Ну, Киев, Минск, может быть, они бы и уступили. Ну, во всяком случае, Киев. Но речь шла о том, что, во всяком случае, Галиция уж стопроцентно должна быть в составе Польши. Западная Украина полностью должна туда войти, и Житомир должен войти, и так далее. Здесь мы видим границу. Да, вот Польша обозначена желтой краской. Здесь мы видим, что граница-то все-таки, она отодвинулась по сравнению с линией фронта, которая была весной 20-го года. И Ленин говорит, что это очень даже неплохо. Что касается там западной Украины, западной Белоруссии, то, опять же, этот вопрос, ну, отдаленного, или, может быть, не очень отдаленного будущего, когда все-таки мировая революция произойдет. Поэтому, пусть, может быть, определенная жертва, так сказать, здесь территориальная сделана, но зато мы избежали зимней кампании, и мы показали свой вектор такой миролюбивой политики, что мы не агрессоры. Мы готовы даже идти Польшу на уступки. То есть отдаем даже то, что при других условиях бы не отдали. Потому что, вообще-то, позиция Антанты, она сводилась вот к этой знаменитой Ноти Кирзона, которая граница по Ноти Кирзона, как мы видим, здесь вот она на карте тоже обозначена. Это вот такая линия точками, прерывистая точечная линия, линия Кирзона. И вот она-то потом, собственно, стала основой для границы уже 1939 года, после начала Второй мировой войны. Вот такие основные вопросы, которые, спорные вопросы, актуальные вопросы, которые хотелось бы разобрать, рассмотреть сегодняшние лекции. Может быть, немножко я, конечно, по времени перебрал. Но надеюсь, что, в общем и целом, я эту проблему осветил. Спасибо большое. Да, очень хороший вопрос. Ну, тут сразу нужно все-таки, наверное, разделять Деникина и Врангеля. Потому что Врангель, в отличие от Деникина, исходил уже не из того, что Польша будет независимой, а из того, что Польша уже есть независимое государство. И здесь априори нужно признавать то, что есть. И если у Деникина там вопросы были, допустим, спорные, ну, относительно спорные, то есть то, что нужно было решить через учительное собрание, вопрос границ, вопрос разделения, размежевания между Польшей и Россией, то для Врангеля этих вопросов не было в принципе. То есть он считал, что вот как Польша есть, в каком она существует, вот на тот момент, территориальном объеме, так это из этого и нужно исходить. Вот. Вопрос другой. Вопрос вот такого возможного военного тактического взаимодействия. Если для Деникина, наверное, этот вопрос был не первичным, то для Врангеля он был очень насущным. Почему? Потому что Крым всегда, Белый Крым всегда искал союзников. Белому Крыму нужны были союзники, чем больше, тем лучше, желательно из рядов зарубежных, таких вот уже существующих, да юра, естественно, государств. В этом смысле Польша представлялась очень заманчивым партнером. После того, как Врангеля признала Франция, ну, с большой долей вероятности можно предположить, что союз, военный союз между Польшей и Врангелем был бы заключен. Продержись Врангель еще там полгода, в Крыму. К тому были все перспективы. Был польский представитель в штабе Врангеля, велись постоянно переговоры с ним. В газетах крымских очень благожелательные статьи публиковались по отношению к Польше. Когда был заключен Рижский мир, в крымских газетах произошло просто, ну, это, я понимаю, что косвенное свидетельство о том, как это относится, да, вот Врангель, как относился к Советскому войне. В крымских газетах произошло такое, ну, очень глубокое разочарование. Очень глубокое, сопоставимое даже в какой-то степени с такой, ну, упаденческим таким настроением вообще в отношении перспектив, в принципе, борьбы с советской властью. Не потому там, что Рижский мир в результате него, Западная Украина, Западная Белоруссия оказались в составе Польши. Нет, вот об этом не высказывалось никаких сожалений. Никто Ленина не критиковал за то, что он там отдал там исконно Российской империи земли там и так далее. Не было этого. Говорили, что неужели вот поляки, вот такой полимерный литмотив был, неужели поляки не понимают, с кем они заключили мир, что это все Филькина грамота, что большевики его соблюдать не будут, что как же так вот они, значит, нарушили вот это складывающееся, формирующееся антисоветское пространство. Вот так вот примерно. Вот такое было сожаление, и оно вполне естественно для Крыма. Почему? Потому что было ясно, стопроцентно, что все части, все силы Красной Армии будут повернуты на Крым, что и произошло. И создается десятикратное превосходство Красной Армии, Русской Армии Еврангеля. Вот. И все заканчивается, заканчивается крымским исходом. Опять же, вот вопрос, допустим, там каких-то вот этнических, этнографических разногласий, разделений. Нет, не стоял. Абсолютно не стоял. Потому что, если и были какие-то вот такие упреки, опять же, судя по прессе, но пресса, официозная пресса, она же выражает позицию правительства, по сути. Правительство может не делать никаких заявлений, да, до поры, до времени. Но в прессе вот этот вектор, да, он озвучивается. Тем более, опять же, я говорю, если пресса официозная, а не оппозиционная. Оппозиционная пресса, ну, у белых-то, собственно, сказать, что там много было оппозиционных газет на Юде. Одна-две, не больше. А то и вообще никакой. Но это другой вопрос. Вот. А там в официозной прессе постоянно подчеркивается это славянское единство, идея русского мира в таком широком смысле слова, славянского мира, что Польша – это наш союзник. Дух Грюнвальда вспоминают, что вот вместе против немцев воевали. И вот Первая мировая тоже, значит, против немцев. Ну, конечно, с Германией лучше не стали относиться. Это однозначно совершенно. Вся белая идеология, она антигерманская. Анти-большевистская, антигерманская. По тезису, большевики – это проводники немецкой политики. А Польша – это как раз наоборот. Польша – вот этот союзник потенциальный. Ну, и вот вроде бы как надо бы нам какое-то соглашение заключить. Примерно вот такой контекст. Был в статьях и в период, кстати, Денигинской тоже прессы. Можно почитать газеты осени 19-го года, например, «Приазовский край». Там целая серия статей насчет польских границ, например, будущих. И врангельские газеты тоже, вот они выражают вот такую точку зрения, что с Польшей можно и нужно договариваться и сотрудничать. Поэтому этот вектор, вот я говорю, он был, он поддерживался и он мог привести, мог привести, но не привел, это тоже важно, не привел к заключению какого бы то ни было соглашения. Но все это из области, опять же, сослагательного наклонения, конечно.